Здравствуйте, уважаемые зрители! В одном из прошлых видео я показывал, как можно на основе ATTINE13 датчика температуры DS18B20 и светодиодного индикатора собрать электронный термометр. Все это мы выполняли на макетной плате, а в этом видео перейдем от макетной плате к печатной плате. Разместим на ней все компоненты, создадим корпус и получим готовое законченное устройство. А в конце сравним с вот таким вот покупным. Платы я заказывал у китайцев, их 5 штук. Отрисовку платы делал в популярном сервисе EASY EDA, а заказывал на сайте GLCPCB. Собственно минимальный заказ здесь составляет 5 штук, столько и заказал. Будет еще отдельный ролик о том, как рисовал и заказывал плату, возможно кому-то будет интересно. Итак, в работе нам понадобится одна из плат, ATINI 13 в СОП-корпусе, сдвиговый регистр, тоже в корпусе для поверхностного монтажа, 4 резистора для светодиодного индикатора по 150 Ом и 1 на 4,7 кОм для датчика температуры. Вообще в данном варианте я буду использовать светодиодный индикатор на три цифры, так что резистора на 150 Ом я возьму тоже 3. Но плата подойдет и для использования четырехразрядного светодиодного индикатора. Также будет использоваться датчик DS18B20 в герметичном корпусе и отсек для батарейки типа KR2025 и KR2032. Прежде всего нужно загрузить скетч в ATINI 13. Я подробно разбирал скетч в видео, где мы все собирали на макетной плате. Здесь незначительные изменения, связанные с тем, что я использую не четырехразрядный светодиодный индикатор, а трехразрядный. А также еще добавляется условие, при котором мы задействуем первую ножку ATINI. Программно это у нас порт PB5 для включения и отключения при определенной заранее заданной температуре светодиода или подключенного реле. Для этого у меня на плате специально выведены две контактные площадки. И соответственно, так как речь идет о первой ножке, которая связана с ресетом, после заливки прошивки нам придется изменить фьюзы, чтобы превратить ее в обычный порт ввода-вывода. Как это делается, я уже рассказывал в отдельном видео. Ссылка в описании и подсказках. Итак, переводим Arduino Uno в режим ESP программатора. Далее устанавливаю самодельный модуль для программирования восьминогих тинек, о создании которого тоже было видео на канале. И так как речь идет об ATINI 13 в корпусе для поверхностного монтажа. Размещаю сверху модуля еще переходник с SOP на DIP корпус. И уже в него размещаю ATINI. В инструментах плата выбираем ATINI 13. Загружаем скетч. Все, скетч успешно загружен. Теперь запускаю утилиту по изменению фьюзов. Тоже есть отдельное видео на канале. И меняю стандартные фьюзы для ATINI 6AFF на 6AFE. Тем самым мы изменяем фьюз RST Disable. Теперь перепрошить микроконтроллер без помощи высоковольтного программатора уже не получится, но нам это и не нужно. Зато нам теперь доступны все шесть ножек ATINI 13. Размещаем плату на паяльный столик, который я сделал из обычной электроплиты на киловатт. Если кому-то интересно, сниму отдельное видео, как тут все устроено изнутри. Наносим небольшое количество паяльной пасты на контактной площадке. С резисторами переборщить с паяльной пастой сложно, а вот с микросхемами сложнее. Если пасты будет слишком много, то ножки могут спаяться друг с другом. Но ничего страшного, лишний припой потом можно будет удалить, например, с помощью медной оплётки. Размещаю СМД компоненты на плате. В начале ATINI 13. Сдвиговый регистр. Резистор R4 я устанавливать не буду, так как он служит для четырехсимвольного светодиодного индикатора, а я использую трехсимвольный. Теперь включаю паяльный столик и устанавливаю температуру 200 градусов. Примерно при такой температуре эта паяльная паста, что я использую, начинает плавиться. И ждем пока столик прогреется. Это не быстро. На всякий случай можно сдвинуть плату к краю, чтобы избежать ненужного перегрева. Заданная температура достигается только ближе к центру столика. Можно в процессе контролировать температуру пирометром. Как видно, она весьма близко к той, что показывается на дисплее. Вот минут через пять температура достигла почти 200 градусов. Проверяем на всякий случай пирометром. Теперь можно будет подвинуть плату в центр столика. Видим, что паяльная паста расплавляется. Если некоторые компоненты встали неровно, то их нужно поправить. Если же ножки микросхем спаялись, то лишний припой можно удалить медной оплеткой. Всё, можно снимать плату. Пусть остывает. СМД компоненты припаяны. Теперь нужно припаять отсек для батарейки и светодиодный индикатор. Я тут буду использовать КР2032. Вот можно также использовать и КР2025. Они сюда обе помещаются. Вначале припаиваю отсек для батарейки. А затем светодиодный индикатор. Изначально была идея припаять трёх- и двухпиновую гребёнку контактов, а датчик температуры и выход для реле соединить вот такими вот проводами. Потом появилась идея установить вот такие вот белые разъёмы, чтобы невозможно было перепутать подключение датчика и реле. А потом вспомнил, что у меня есть набор вот таких вот разъёмов, рассчитанный от двух до пяти проводов, и возникла идея на плату припаять провода, а их другой конец вывести за корпус устройства. То есть, как сделано, например, у такого контроллера для электровелосипеда. Тогда можно упростить создание корпуса, выведя соединение наружу и повысить его герметичность. Собственно, как и сделано у велосипедного контроллера. Провода уже снабдил разъёмами и припаиваю их к плате. Чтобы провода при изгибах не оторвались от платы, проклеиваю область вокруг их соединения с платой с помощью термопистолета. Устанавливаем батарейку KR2032. Вначале на дисплее ничего не загорается, так как термометр не работает, если не подключен датчик. Теперь можно подключить датчик температуры и проверить, что у нас получилось. Убавлю немного свет, иначе камера не передаёт реальную картину. Видно, что всё работает. Показывается комнатная температура. При отключении термометра светодиодный индикатор гаснет. И, кстати, весьма близкая к покупному термометру. Теперь нужно проверить условия срабатывания при понижении температуры до 18 градусов. Подключаем светодиод и опускаем датчик в холодную воду. Температура опускается ниже 18 градусов, и светодиод загорается. Температура поднимается выше 22 градусов, и светодиод гаснет. А вот с твердотельным реле у меня такой фокус не прошёл. Я попробовал с двумя типами реле. Не хватает напряжения для срабатывания расположенного внутри транзистора. Причём напряжения изначально вроде и достаточно, но при подключении к реле оно проседает до 1,54 вольта. А для его срабатывания нужно хотя бы 1,8-2 вольта. Можно поискать транзистор, у которого очень низкое напряжение срабатывания. Или использовать две батарейки КР-2016. По высоте они будут как КР-2032, но по напряжению вдвое больше, то есть 6 вольт. Что все установленные на плату электронные компоненты вполне переварят. В общем попробую и расскажу о результатах. Теперь, чтобы придать изделию законченный вид, изготовим корпус. Отрисовку корпуса я делаю в компасе. Получаем две детали. Распечатываем их на 3D принтере. Вот у нас получился основной корпус и крышка. Крышка крепится к корпусу на четырёх винтах. Соединяем две части винтами. И получаем вот такой вот очаровательный самодельный термометр. На мой взгляд, ничем не хуже покупного. Главная идея ролика, конечно, не в самом термометре, который дешевле купить, чем собрать. А на практике реализовать готовое устройство, используя теоретическую информацию из моих многочисленных предыдущих видео. Спасибо вам всем за внимание. До встречи в новых видео. До встречи в новых видео.